привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут наталья о сегодняшнем обзоре у нас будет с вами новинка набор для макияжа бровей и глаз the one стокгольм вот так выглядит красивая коробочка вот собственно говоря сам этот набор набор этих теней для макияжа бровей и глаз то есть все сразу как говорится в одном флаконе смотрим что у нас здесь есть три оттенка теней в наборе код набора 40 898 и давайте мы с вами откроем и посмотрим что же здесь есть здесь есть небольшое встроенное зеркальце которое вы можете использовать если вам это удобно три оттеночка теней коричневого цвета посмотрите они все абсолютно разные от самого светлого к темному и средне коричневый сейчас мы их просвотчим с вами и посмотрим также в наборе идет кисточка кисточка для нанесения собственно говоря теней на брови она скошенная это чисто кисть для бровей но если удобно можно попробовать и как тени нанести но я думаю что нет все таки думаю что неудобно вот она специально заточена по форме для нанесения бровей в принципе как дорожный вариант это подходит но я пользуюсь обычной кистью для бровей и дальше видео вы увидите когда мы с вами будем его тестировать на конкретно на лице сейчас посмотрим что у нас здесь есть стойкая формула крем-пудры действительно шикарные шикарные оттенки а сама текстура когда ее наносишь также увидите дальше видео использовать можно для сухого и влажного нанесения и как тени я вам сказала для бровей и как макияж как делать подводку для глаз итак смотрим тестируем возьмем самый светлый самый светлый я беру и наношу наношу почему много чтобы вам хотя бы было видно нанесу и потом в другом поверьте на на лице они смотрятся совсем по-другому здесь вот вроде когда наносишь разными пальцами беру специально кажется что они одинаковые я действительно когда сама вот так сделала сводчи мне показалось что они абсолютно практически вот эти первые два оттенка одинаковые но кроме вот этого taupe а вот они они у нас все три в палетке они выглядят разные сводчи вот так играют ну в принципе да они разные ну вот как бы смотришь кажется что абсолютно одинаковые но нет светлый оттенок это светлый оттенок что примечательно в этих в этом наборе как видите здесь три универсальных оттенка красивых три универсальных коричневых оттенка без желтизны без какой-то то есть вот матовые матовые что раз для брови конечно здесь будут матовые матовые красивые оттенки подходит прекрасно для макияжа глаз и здесь в них содержится уже воск представляете как здорово то есть они не пылят они гладко и равномерно наносятся на все века если вы делаете макияж глаз яркие пигменты равномерный цвет у них вот я просто влюбилась в них потому что они действительно не пылят вот этот воск который он их сразу закрепляет позволяет эластично равномерно нанести их на века естественный финиш получается если можно так сказать если говорить о макияже глаз ну и о бровях тоже и так давайте больше не буду лишних слов говорить как говорится переходим к делу и смотрим как они будут выглядеть на бровях и сделаем моно такой макияж глаз приятного просмотра в завершении скажу что делитесь моим видео подписывайтесь на мой канал давайте посмотрим с вами про сводчи мы с вами сделали а теперь посмотрим как они у нас реально выглядят на лице с макияжем а для прорисовки бровей у меня как видите брови светлые из этого набора я возьму самый светлый оттеночек вот этот крайний оттеночек и начну им прорисовывать волоски бровей возьму я привычную для меня кисть также от oriflame скошенная кисть не из набора мне вот такими маленькими не удобно пользоваться поэтому я беру вот этот светлый оттеночек и буду наносить его на пробки четко прорисовывает довольно таки хороший пигмент пигментация теперь бы вот его растянуть ну вот одного вот такого захвата теней я думаю мне вполне достаточно чтобы прорисовать всю свою бровь мне не нужно сильно яркие а вот такого вот пигмента вполне себе очень очень даже подходит как видите хорошо хорошо тушуются эти данные тени хорошо прорисовывают потому что в них уже содержится воск который собственно говорят закрепляет эти тенюшки на наших волосках видите бровка получилось естественного цвета не сильно отличается да вот вот просто естественно подчеркнули естественный цвет своих природных бровей давайте наверное поэкспериментирую и сделаю вот такой оттеночек но конечно мне они не подойдут потому что у меня брови светлые но покажу как он выглядит данный вот этот коричневый на на брови и я считаю не подходит он больше подходит для для глаз для нанесения тени а вот этот цвета больше тоуб думаю что он подойдет сейчас я уберу остатки пигмента и зачерпну видите какое и я думаю что будет как бы мне на камеру и еще и умудриться мне нужно подсмотреть в зеркало подсматриваю зеркало чтобы видно было куда собственно говоря вести кисть пигментом а вы знаете мне очень нравится вот эти тени набор назову их тени для бровей для глаз и бровей наборчик и даже вот этот цвет тау он хорошо и на моих светлых бровках посмотрите как замечательно да вот он чуть-чуть слегка отличается вот от этого светлого замечательно то есть я считаю что мне и самый светлый подходит и вот этот вот таук который смотрите девчата как здорово они смотрятся на бровях показываю детально потому что всегда в комментариях у меня потом спрашивают нужно более детально показывать как и что выглядит поэтому смотрим разглядываем деталях красивый цвет красивая пигментация идет отличный отличный набор отличные тени для для бровей и ресниц это новиночка как раз серия за уанны мы с вами ее протестировали плюс не нужно а дополнительно наносить воск на волоски чтобы фиксировать то есть не нужно не бесцветный гель не наносить не отдельный карандаш содержащий воск здесь уже в этих тенях как раз таки все сбалансировано и есть в этом составе шикарные и так давайте я еще раз повторюсь вот эта правая бровка на нее нанесён самый светлый оттеночек вот он самый светлый оттеночек из палеточки а вот это левая бровь на нее нанесен а цвет тоук вот этот то есть вот этот крайний и вот этот крайний это правая бровь у меня прорисована а Соответственно, это левая бровь у меня прорисована. А вот этот коричневый, ну, давайте я сейчас уберу, возможно, свои тени и покажу, как он на веках наносится. Будет выглядеть шикарная палеточка. Замечательно, мне очень она понравилась. Своим, именно своей пигментацией. То есть, здесь можно варьировать и можно добавлять цвет, насыщать, как вам вот более привычно. Для меня привычнее вот такой естественный цвет бровей. Тем более, уже возрастной идет градация. Такая возрастная и яркие такие стрелящие брови мне, конечно же, не нужны. Мне просто хочется подчеркнуть естественную красоту своих волосков, своих бровей. Итак, шикарная, шикарная палеточка. Однозначно рекомендую ее брать в арсенале. Она вам прослужит очень-очень долго и можно делать и макияж для глаз и для бровей. В общем, сейчас я уберу тени и покажу, как они будут вот этим тенем. Итак, девчата, продолжаем с вами экспериментировать с этой палеточкой. Палеточкой для макияжа бровей и глаз. И сейчас я хочу вам показать вот этот оттеночек. Я нанесу его на веки. Возьму вот такую кисть бочоночек. Также она есть в Арифлейм. И ей очень удобно наносить, потому что она как бы сразу и делает растушевку. Красивую растушевочку. И давайте мы с вами возьмем вот этот вот коричневый. Средний коричневый. Посмотрим, как же он у нас ложится на глаза, на веко. Если быть правильно, на веко. Сейчас я подгляну в зеркальце, потому как я не вижу, что я там рисую. У меня, конечно, не совсем чисто убраны в прошлые тени. Но, думаю, для наглядности все довольно-таки понятно. Виден цвет. Посмотрите, красивый, красивый оттенок получается. Еще раз возьму для второго, для прорисовки второго глаза. Здорово, правда? То есть одной палеточкой мы сразу убиваем двух зайцев. Берем и макияж глаз делаем. Причем оттенки очень красивые. Очень красивые, носибельные, на каждый день. И как бровки, так и макияж глаз делаем. Растушевали границу. И все, смотрите. Ну, вот я специально так наношу, чтобы вам хотя бы было понятно вообще, как играет цвет на веках. Это быстро, совсем быстро. Кстати, можно пальчиками. Кто привык, можно смело брать на пальчик и наносить на глаз. Только не забывайте растушевать вот эту вот границу, которая идет, когда вы наносите тени. Это смотрится очень красиво. Такой дымчатый макияж получается, а не резкие контрасты. То есть носибельно, правда? Также мы можем сделать и подводку. Но для этого нам нужно с вами сбрызнуть. Сейчас я сбрызну и давайте с вами еще и подводку сделаем. И так я сбрызгиваю. Есть? Чтобы она была влажная. Немного ее отряхну. Уберу. И какой? Вы знаете, подводку можно абсолютно любым из трех оттенков сделать. И будет шикарно и красиво смотреться. В зависимости от яркости, интенсивности, которую мы хотим. Мы можем такой же моноподводку сделать, более усилить цвет этим. Можем тауб взять, можем вот этот светлый. Но давайте возьмем тауб. Так. Смотрю, куда. Тыкаю, собственно говоря, кистью. И давайте попробуем с вами что-нибудь изобразить такое, чтобы вам было видно. Как оно, собственно говоря, порисуется. Видно? Что-нибудь видно? Мне, собственно говоря, вроде как и видно. Вот оно. Видите-то? Четко. Совсем другой цвет. Более четкий. И буду смотреть в камеру. Вот такими штришками можно, пожалуй, и что-то изобразить. Растянуть. Но у меня еще, видите, ресницы накрашены. Ну, по крайней мере, понять, как это вообще работает, можно, не мудрствуя. Видно? Ну, да. Вот я по поверхности веду. И, конечно же, ее видно. То есть мы ее можем усилить. Мы ее можем делать шире, тоньше, как говорится, толще. Либо просто вот так оставить. В общем, шикарный набор. Однозначно рекомендую. Универсальная палеточка. Здорово. Шик, блеск, красота. Правда. Рекомендую искренне, потому что мне она понравилась. И тени. Как тени она универсальная идет. Причем их можно все три. Смотрите, они все три комбинируются. То есть это более светлый оттенок. Это такой просто нейтральный коричневый. Это глубокий таук. И можно сделать шикарный макияж на каждый день. То есть можно вот этот светлый пустить по нижнему веку. Здесь сделать как подложку коричневый, как мы и сделали с вами. А таупом прорисовать, например, вот такую вот складку. Да? Складочку. Вот эту, которая у нас идет. Мы ее как раз и прорисовываем вот этим таупом. Будет совсем другой макияж. Поверьте, вот одна палеточка, которая вам прослужит и для бровей, и для макияжа глаз. Это шикарно. Все в одном. Как говорится, три в одном. Прекрасно. Рекомендую однозначно. Пишите свои комментарии. Как вам палеточка понравилась. И до новых встреч, до новых полезных обзоров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok